Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает Лападом, и сегодня речь пойдёт о повести Людмила Никольской «Должна остаться живой». Эта история очень печальная, но эта история очень полезная, потому что, когда ты читаешь её, ты не просто узнаёшь что-то новое об лакаде, даже взрослому читателю будет очень серьёзным испытанием и впечатлением погрузиться в это время, в эти дни, в эти страшные события. А уж ребёнку-то тем более полезно знать, что всё-таки было на самом деле в Ленинграде за эти 900 блокадных дней. И вот вы знаете, повесть Никольской, как нельзя, кстати, лучше показывает наглядно, в чём отличие детской литературы от взрослой. Вот есть известнейший исторический документ, да, разрывающий сердце на куски просто, который невозможно спокойно читать и о котором невозможно спокойно говорить. Это дневник Тани Савичевой. Когда ты читаешь вот эти девять коротких записей Савичевой, ты понимаешь, что в них уместилась вся правда о блокаде, но это взрослое чтение. Этот документ, который никому в голову не придёт без подготовки, без предварительного рассказа, кто это такая, и рассказа о том, как был спасён Ленинград, без пояснения о дороге жизни и о рассказе о героизме тех, кто во время блокады спасал погибающих мирных жителей, которые там остались в городе. Это не придёт в голову даже без всего этого рассказывать и показывать детям. А вот повесть Никольской описывает, ну, наверное, практически самые страшные события, которые могут прийти в голову ребёнку. Но делает это так, что у нас всё равно остаётся надежда, остаётся желание жить, и, конечно же, есть какая-то светлая сторона у всего происходящего, несмотря на то, что это самые мрачные, самые страшные 43-го года, холодные, невероятные зимние дни, когда смерть была повсюду, когда невозможно было выйти на кухню за водой в большой коммунальной полуопустевшей квартире, потому что коридоры кухни простреливались при обстреле. Значит, бомбёжка – это одно, обстрел – это другое. Во время обстрела бомбоубежища не уходили, просто прятались по домам. И, конечно, когда ты читаешь про девочку Майю, очень здорово, что в повести Никольской есть страницы о детстве, есть страницы о том, что всё-таки, несмотря на абсолютный ужас происходящего, это повесть о маленькой девочке, о её жизни, о её мыслях и чувствах, о том, что ей приходится очень тяжело, но она остаётся при этом ребёнком. И что гораздо важнее, она остаётся при этом человеком. Самое, наверное, запоминающееся, самое, наверное, впечатляющее картины в этой повести – это картины падения человека. Они не содержат в себе ничего очерняющего, тех, кто боролся, тех, кто выживал в блокадном Ленинграде. Они совершенно о другом, про другое. Они о том, что на каждом «Титанике» есть люди, которые отрасталкивают всех, пролезая в шлюпки вперёд женщин, детей и так далее, забыв обо всём на свете. А есть люди, которые уступают своё место в шлюпке, даже на Коста-Конкорде. Нашёлся один такой молодой человек, который уступил место в шлюпке двум детям, по свидетельствам очевидцев. Никто не знает, на самом деле, как оно произошло. И погиб в числе 32, если не ошибаюсь, погибших на этом пароме. Вроде не «Титаник», вроде все могли спастись, потому что это совсем другое плавание, совсем другая катастрофа. Но и там из-за неразумных действий погибло огромное количество людей. 32 человека, с ней ошибаюсь. И в том числе один такой благородный спаситель, потому что всё-таки ночное море, даже Средиземное – это ночное море. И вот как в этих чёрных, равнодушных волнах ночного моря затерялись, остались те, кто в холодном, промёрзлом городе, в квартирах без стёкол, которые выбило с первым же обстрелом, с первой же бомбёжкой, остались выживать. Майя, её мама, мальчишка Фридька, жители 48-й квартиры, соседи, друзья, знакомые и случайные люди, которых всё чаще Майя видит мёртвыми. Потому что Ленинград, блокады – это город смерти. Там постоянно люди умирали. Это было будничное явление. Можно было увидеть мёртвого человека в соседней комнате на лестнице подъезда, на улице, прямо на площади. О пробе, где брали воду на канале, потому что водопровод не работал, канализация тоже не работала, не хватало продуктов. Огромные очереди тянулись всю ночь, люди занимали с вечера буквально очереди, писали вот эти вот самые химическим карандашом номера на ладошке. Кто прожил 90-е, тот помнит слабое, бледное подобие этого воспоминания, вот этих бесконечных страшных очередей, к которым, на удивление, легко привыкла Майя. Это одна из форм помощи её изнемогающей маме, которая сама с трудом выживает. Эти иллюстрации, кстати, очень хорошо передают эту гамму, этот колорит всего происходящего и это впечатление. И вот Майя стоит в этих многочасовых очередях, потому что девочку меньше толкают, к девочке относятся те, кто ещё сохранили человеческий облик, гораздо благожелательнее. Но есть и другие люди. И, например, сцену с толстой тёткой, сцену про поганку, если кто читал, сразу узнает о которой, сцену с поганкой невозможно забыть, абсолютно. Это вот пример того, как человек просто плохой, ну, скажем так, грубый, невоспитанный, бескультурный, человек, который может вас огорчить, становится смертельно опасным. Потому что то, что она делает, это смерть. Смерть того, у кого пропала эта вещь. Стараюсь не давать вам спойлеров. И в блокадном Ленинграде другого исхода могло и не быть. И поэтому, конечно, это ужасная сцена, как и многие другие потери. И, вы знаете, невозможно без слёз читать про коробочку с Монпасси. Потому что вот эти вот конфетки, эти ленинцы несчастные, тогда это была овеществлённая мечта о чём-то светлом, праздничном, о чём-то таком, что совершенно из другой жизни. Потому что ребёнок уже успел подзабыть, что бывает другой мир, где светит солнце, где тепло, где есть еда. И вот эта коробочка Монпасси, которую практически выдумал для них Фридька, за которой они сложными путями лезут в подвал. Он, значит, отмыкает замок, уносит замок рассудительно с собой. Потому что сейчас увидит сторож, дворник, что замок, значит, отперт, запрёт нас в этом подвале. И там мы и останемся, потому что никто не придёт спасать и не выберется в пустом доме. Соответственно, замок они, который он хитро отомкнул, ну, ловко, значит, увозят с собой. Майя всё воспринимает по-детски. Ой, какой ловкий, какой умный, наверняка его возьмут в разведчики. Думает она об этой сцене, да. Это, конечно, очень детское восприятие, как и многое из того. Но и в конце ей приходится столкнуться не только с недетской жизнью, с недетскими страшными абсолютно вещами, но и с недетской ответственностью. Потому что, вы знаете, невозможно забыть сцену, когда в опустевшей квартире плачет младенец. Холодной квартире. Плачет младенец, которому осталось жить там пару часов. Потому что он остывает постепенно, воздух остывает, да. Никто не затопит печку, никто не даст ему скудную вот эту жижицу, которую кормили, да, детей крупных, да. И жить ему осталось пару часов. И вот, понимаете, вот невозможно это забыть, да. Но ведь суть-то в том, что даже в такой ситуации, если снять с себя вот это вот своё любимое пальто и завернуть в него младенца, если отчаянно попытаться спасти его, то, может быть, судьба увыбнётся и поможет. Вообще, в принципе, ещё раз повторюсь, детская литература отличается тем, что не должно быть депрессии, не должно быть безысходности в ней. Безысходность не для детских книг. И вот эта книга как раз обладает вот тем самым лучшим надежды, который, несмотря на тягчайший материал, да, страшнейшие события освещает нам. Ведь, в конце концов, даже после... Даже на финальных страницах «Ночевала тучка золотая» мы улыбаемся сквозь слёзы, да. А, соответственно, и в повести Никольской мы тоже почерпнём больше светлого, чем тёмного. Это, разумеется, и это, само собой, без этого я не стал бы рассказывать о книгах. Это крайне полезная книга. Она рассказывает гораздо больше, чем любой урок патриотизма или любой урок, значит, военной тематики, да, исторической. Рассказывает о том, что такое на самом деле была война. Вот. Что случилось с людьми, которые вырыли целый котлован на месте бадаевских складов, потому что расплавленный сахар пропитал землю, и они эту сладкую землю не только ели, а не продавали её на чёрном рынке, потому что это была единственная возможность получить хоть какие-то калории, да. Вот. Это совершенно невозможно себе представить, но это было. Это всё было. Вот такая вот повесть должна остаться живой. Это очень правильная повесть, и я её очень рекомендую, несмотря на то, что она о грустных, тяжёлых событиях. Это надо знать, это надо помнить, это совершенно необходимо. Спасибо за внимание.